Фильтр, индикатор и датчик. Такие качества сочетает в себе один наш орган. Кто-то считает, что его форма и размер определяют характер человека, но и его можно изменить. Меня зовут Дарья Эдемиллер и сегодня ближе к телу нос. Ежедневно мы вдыхаем до 20 литров воздуха. В носу он движется со скоростью 2 километров в час, а во время чихания разгоняется до 170. Но нос нам нужен не только для того, чтобы дышать. Нос, как любой другой орган для человека, очень важен. Выполняет такие функции, как защитная, дыхательная и обонятельная. Значит, защитная функция носа заключается в очищении воздуха, вдыхаемый через нос, то есть очищается от различных вирусных инфекций, микроорганизмов, увлажняется воздух, проходя через носовые полости. Дыхательная функция заключается в том, что через нос проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Ну и обонятельная функция, то есть то, что мы воспринимаем запахи. Врачи уверяют, что нет двух абсолютно одинаковых носов. Они различаются как внешне, так и внутренне. От этих отличий зачастую зависит острота обоняния. Наша первая героиня сделала свой нос с рабочим инструментом. Галина создает авторские ароматы уже три года. За это время она научилась не только различать огромное количество запахов, но и чувствовать их на большом расстоянии. Галина уверена, так может каждый. Окей, вы не слышите мускус, наносите его на блотер, вдыхайте носом, напишите, что это мусценон и говорите, я сейчас слушаю мусценон. Ушли. Второй день слушаете, опять подходите, слушаете и говорите, я слушаю мусценон. В течение месяца такой тренировки вы начинаете его в итоге слышать. Почему? Потому что само вещество имеет запах, нос его вдыхает, просто какие-то рецепторы в головном мозге его не воспринимают. В итоге, когда вы уже в течение месяца натренировали себя, образуется нейронная связь в голове. Парфюмеры иногда страдают аносмией, потерей обоняния, полной или частичной. Причины у этого недуга могут быть совершенно разные. Очень часто на фоне полипозного гайморита развивается отсутствие обоняния, ну или, по крайней мере, его снижение. Также могут влиять различные травмы, травмы головного мозга, когда повреждаются нервы, которые воспринимают запахи. Ну а также работа зачастую тоже влияет, место работы влияет. Это задымленные, запыленные помещения. В общем, люди, которые работают во вредных условиях труда. А бывает и на СМИ врожденное. Ну, я так понимаю, что у меня началось это с рождения. Ну, то есть я, наверное, родилась такой, потому что я не помню вообще в своей жизни, чтобы я что-то чувствовала. И причем осознала я это, ну, довольно-таки уже в сознательном возрасте, ну, что-то у меня было, ну, где-то около 10 лет, наверное, может быть, чуть-чуть помладше. Мы шли с подругой по улице, и она, потянув носом, сказала, о, конфетами пахнет. И тут я поняла, что я не чувствую, что пахнет конфетами. Я вообще не чувствую, что чем-то пахнет. Это Евгения, она журналист. Из-за отсутствия обоняния девушка боится жить в квартире с газовой плитой и без страха входит в жаркий день в переполненный автобус. Одежда. Постоянно застирывается одежда. Потому что я не чувствую не только вот окружающие запахи, но и, конечно же, слой. Соответственно, любая вещь, которая наделась один раз, она сразу же уходит в стирку. Ну, мало ли. Потому что проверить я не могу. Меня иногда спасает муж. То есть, если какой-то кардиган, который там тяжело стирать, я его беру, подхожу, говорю, Сережа, ну, понюхай, пожалуйста. А, я твой штатный. Нюхать? Женя говорит, что ее организм реагирует на резкие запахи. От гари першит в горле, от бензина кружится голова. Она различает вкусы еды, но сколько бы ни пыталась, почувствовать аромат не выходит. Несмотря на явное отличие, у наших героинь все-таки есть что-то общее. Что бы вы хотели понюхать первым делом? Себя. Первым делом себя, свою одежду. Как я пахну? Есть ли он у меня этот запах? Какой он? Вот это в первую очередь. Потом сына, наверное, обнюхаю. Как он пахнет. Запах моих детей. Когда их дома нет, допустим, на лето на каникулы они уезжают, бабушки, все в комнате пахнет, ну, обычно домом. Как только дети появляются, комната оживает. И запах детей это очень красивый такой мягкий мускусный аромат. И комната наполняется другим запахом. Запах детей это мой любимый аромат. От формы и размера носа не зависит острота обоняния. А вот тембр голоса напротив определяется строением носовых пазух. Все мы помним шутку из детства. Чтобы изменить голос, нужно просто зажать нос. И вот этим прекрасным голосом я расскажу вам мифы о носе. Шучу, конечно. Какие мифы? Миф номер один. Самый популярный. Нос растет всю жизнь. Это неправда. Нос не увеличивается в размерах, а лишь меняет форму с возрастом. Это происходит из-за потери эластичности кожи. Ощущение растущего носа дает опускающийся кончик. Миф второй. Человеческий нос способен различать 10 тысяч запахов. Это тоже неправда. Несколько лет назад ученые доказали, что мы можем почувствовать более триллиона разных ароматов. Следующий миф. Женщины лучше различают запахи. А вот это правда. В области мозга, ответственной за обоняние, у женщин клеток больше, чем у мужчин. Кстати, еще острее запахи чувствуют новорожденные. Миф четыре. Жить без носа возможно. Здесь однозначного ответа тоже нет. Взрослый человек действительно способен пережить потерю этой части тела. А вот младенец без носа не сможет. До года дети не умеют дышать ртом. И последний миф. Без обоняния невозможно почувствовать вкус. Это не совсем так. Язык сам по себе способен различить горькое, сладкое, соленое, острое и кислое. Но вот почувствовать копченое или отличить вкус фруктов без обоняния невозможно. Наиболее сложные вкусы, ну таких, допустим, как копченое или фрукты, персики и абрикосы, уже воспринимается совместно с рецепторами в носу. То есть, когда мы поглощаем, точнее, употребляем пищу, она попадает к нам в рот и уже летучие химические вещества поднимаются через носоглотку, попадают в нос и оседают на рецепторах уже в носу. И тоже совместно с рецепторами носа и совместно с рецепторами языка к нам поступает все в головной мозг, и уже там, уже у нас складывается полная картина вкуса. Кстати, о картинах. Сальвадор Дали очень любил использовать образ носа в своих сюрреалистичных произведениях. К примеру, вот нос Наполеона, превращенного в беременную женщину, которая гуляет, как грустная тень, среди древних руин. Дали говорил, что название полностью описывает картину. Самое близкое для нас появление носа в искусстве – это гоголевская фантасмагореческая повесть. Именно нос лег в основу первой оперы Дмитрия Шостаковича. С этим заявлением согласна и визажист Елена Навражина. Она уверена, что форма и размер носа определяют наш характер. У меня была клиентка, и у нее был достаточно такой большой носик. У нее была огромная харизма. Но у нее был комплекс, и она все время говорила про него и говорила, что вот хочу его убрать. И все-таки совершилось. Она пошла к пластическому хирургу, убрала эту форму, горбиночку и его укоротила. И к этому у нее очень изменилось. Через некоторое время она не могла принимать себя. У нее настолько было, ей было настолько некомфортно с этим носиком. Вообще различают более 14 типов носов. Прямой говорит о честности и энергичности обладателя. Тонкий нос – признак надменности и гордыни. Орлины носят деловые и успешные люди, оптимистичные и общительные обладатели коротких и курносых носов. Длинный нос бывает у рациональных и дальновидных людей, а вздернутый нос с круглым кончиком принадлежит людям мягким и добрым. Те, кого их характерные носы не устраивают, ложатся под нож. В Барнауле это сделать не так-то просто. Только пять хирургов в городе занимается ринопластикой. Сейчас в моде носики более короткие. То есть короткий носик, немножко вздернутый, узенький. Это идет, ну, тенденция у нас, несмотря на то, что, ну, скажем, не есть самые идеальные из пропорций, но тем не менее, то есть сейчас в моде. Горбинку исправить, допустим, там, вот и широкий нос поуже сделать. Вот если по эстетическим показаниям. А по показаниям здоровья? По показаниям здоровья это носовая перегородка. То есть основная цель восстановить носовое дыхание и восстановить вентиляцию пазух. У кого-то смотришь, нос вообще прекрасный, хороший нос, приходит, вот надо мне сделать то-то, то-то. Пытаешься отговорить, конечно. Когда видишь, что хороший нос, от хорошего не надо искать еще более лучшего, потому что здесь можем в итоге мы получить то, что не понравится пациенту. Если верить физиогномистам, то я честная, энергичная и склонная к авантюрам барышни. Мой нос, кроме того, сулит финансовый успех. Ну, а в остальное время различает более триллиона запахов и пропускает через себя 20 литров воздуха ежедневно. Меня зовут Дарья Эдемилер, и сегодня ближе к телу был нос. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok